На конкурс «Помнить, чтить, не допустить» учащиеся и студенты Первого региона представили порядка 400 творческих работ. В них они не только изучали и наглядно демонстрировали историю белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, но и вложили часть в себя, показывая неравнодушие и трепет к исторической памяти своей страны. Творческий конкурс «Помнить, чтить, не допустить» – конечно, мы понимали, что он потребует очень серьезных внутренних ресурсов наших ребят, но в то же время мы понимаем, что сегодня дети должны пропустить именно через себя, через свое сердце, тему Великой Отечественной войны, памяти о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. И когда мы увидели такое количество работ на областном этапе, а их было около 500, было очень трудно отобрать 10 лучших работ для направления на республиканский конкурс, но вместе с тем мы увидели, насколько серьезно ребята подошли к этим работам, как они глубоко изучили данную тему, провели исследовательскую деятельность и изучили еще подробнее истории своей семьи, истории дедушек, бабушек, прабабушек, и все это выложили вот в этом проекте «Помнить, чтить, не допустить». В годы Великой Отечественной войны было убито не менее трех миллионов белорусов, угнанным в немецкое рабство более 380 тысяч человек. Нынешний конкурс – это способ пронести сквозь поколения память о погибших и не дать повториться ошибкам прошлого. Страшные события происходили на Брещене, в том числе, как и во всей нашей стране в годы Великой Отечественной войны. Наши люди проявляли массовый героизм, мужество, помогали друг другу. Нам удалось победить самого злейшего, самого сильного врага. И, конечно, помнить об этом наш долг очень хорошо, что у нас такая молодежь, которая неравнодушно к этому относится, участвует в таких мероприятиях. Мы наградим лучших, но, поверьте, жюри очень трудно было выбрать работы и определить победителей. Просто, конечно, так принято, чтобы были номинанты, но я вам скажу, что то, что мне удалось посмотреть, почитать, это очень здорово. Вы просто молодцы. Время огласить победителей. Так, в номинации «Лучшие исследования» победу одержали экскурсоводы средней школы номер один города Жабинки. Лучший видеоролик у Брестского областного кадетского училища, награда за лучшее эссе, отправилась в Пинск. Я провожу экскурсии по нашему школьному музею не только жителям нашего района, но и разным гостям. Так, например, к нам летом приезжали гости из Башкирс-Тастана. Мы проводили им экскурсию, они остались очень довольны. У нас есть в музее очень много достопримечательностей. Были проведены раскопки на территории Жабинковского района. Были найдены различные артефакты Второй мировой войны. Они тоже присутствуют в нашем музее. Мы решили все-таки использовать факты. Прокуратура нам помогла в этом. Нам предоставили много документов. По этим документам мы составили работу. На конкурс «Помни, чтить, не допустить» мы подготовили видеоролик «Помним», который был создан с целью восстановления исторической памяти и сохранения исторической правды среди подрастающего поколения. Ролик о том, что мы должны сохранить эту всю память и мы должны помочь ее восстановить дальше и продвигать. Мы снимали на территории мемориального комплекса бывшего концлагеря военнопленных «Штлак-337». Победители областного конкурса «Помни, чтить, не допустить» представят первый регион на республиканском этапе. А мы с нетерпением будем ждать результатов. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.